Девушки отдыхают Пройдут медицинское обследование, чтобы оценить свои физические возможности Это круто, это круто А нельзя было это обследование сделать, когда они за сборную играли? Припознились что-то с обследованием А почему из всех видов спорта именно вы хоккей взяли? Расскажи, Тин, расскажи вообще Понятно, что там сумо не прошло, потому что там вес Ну понятно, другой Гимнастика не прошла, потому что они не такие гибкие Шахмата не прошла, потому что нафиг они нужны А вот почему именно хоккей? Вот, хоккей Добрый вечер, Паша, добрый вечер, Гайя Добрый вечер Учитывалось еще и желание ведущего овладеть новым видом спорта И он захотел научиться играть в хоккей Андрей Аршавин Андрей Аршавин Вы думаете, Андрей сейчас в таком положении, что он может ставить условия, да? Вы знаете, я понимаю ваш вопрос Но может быть именно поэтому он решил сменить вид деятельности? А ему же в хоккей с забралом вот с этой вот штукой же неудобно будет после шайбы вот это вот прикладывать карту Согласна с вами, да, забрала будет мешать, но с другой стороны, может быть в этом смысле и женщины как-то уже вокруг Андрея подуспокоятся, потому что забрали-то не узнать Может ты к лучшему, Павел? А женщины волнуются вокруг Андрея? Женщины волнуются раз Женщины волнуются два Женщины волнуются три Аршавин подходит, замри Но вот видите, вот смотрите, вас тоже интересует Андрей, потому что Андрей волнует женщин Мы, может быть, выглядим как люди, которых интересует Андрей, но Андрей нас вообще не интересует Это все нам дают, это не наше В апреле вышло первое российское спортивное реалити-шоу «Ростов на кону» Посвященное футбольной команде «Ростов» Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян Нобель, здрасте А скажите, а как вам пришла идея в голову снимать про клуб «Ростов»? Подожди, дослушай, и все поймешь Участником первого выпуска станет президент клуба Арташес Аручунянц Все понятно Ваш, все очень просто Нобель Арустамян решил снять фильм Арташесу Аручунянца Как это было? Приезжай, сними кино про мяч Вот это? Ваш, а ты все знаешь Брат, юля, нагрей ты, барашка крутится, ты где? Я бы закольцевала историю Значит, получается Карен Адамян сидит рядом с нами, правильно? Нобель Арустамян Арташес Аручунян И все это рекламируется в Камеди Клабе, Павел Ну, что понятно, армянский круг замкнулся Армянский братский круг Да Звучит страшно, честно говоря Армянский братский круг Что страшно, мы посреди этого круга 20 лет скачем Я бы назвал так свингер-клуб в Ереване Какой? Армянский братский клуб Также в начале июня выйдет шоу «50 вопросов про спорт» Ведущим шоу станет журналист, спортивный комментатор и блогер, конечно, Карен Адамян Мужики, во-первых, смотрю вас с первых выпусков Я еще в школе зарабатывал на вас деньги, продавая ваши миниатюры, через их порт перекидывал одноклассникам Где наши бабки? Мы этот вопрос задаем всем армянам Где наши бабки? А я даже знаю, кто будет первым гостем у тебя, знаешь кто? А ну-ка угадайте, Арташес Арутуян Конечно Конечно Сто процентов Не, кстати, мы делали этот проект изначально со спортсменами Ну, изначально Был Артем Дзюба чуть ли не там первый, второй Он был занят, мы все знаем Он не смог Самое классное делать со спортсменами Были заняты руки Вот, конечно Ну, Артем классный, ему даже оператора не надо, он сам себя снимает Сам себе режиссер, так сказать Да С рубрикой «А вам слабо» Вот просто, тут же написано, как ты задаешь 50 вопросов про спорт Реально, ну а как задать 50 вопросов про спорт? Ну вот если Харлашка будет у вас в передаче, она же закончится на второй секунде На первой, я думаю, ну а какие? Ну вот попробуй, вот задай ему любые вопросы про спорт Про спорт? Друзья, не, ну ты не спортсмен Серьезно? Мне показалось Я навыигрывал все Ты что? Плейстейшн Я же сам шаром Не, плейстейшн не считается Плейстейшн Слушайте, какие еще есть проекты? Вот есть Матч ТВ открывает свой ТикТок дом Матч Хаус Да ладно, что это такое? Ну просто скажите, что за ТикТок дом? Вот Илья Кузнецов, у нас есть Илья Кузнецов Илья Кузнецов Но ты знаешь, что ты среди них выглядишь беднее всего? Ну вот если вместе снимать, такое ощущение, что ты донашиваешь вот за ними Снимайте меня отдельно, пожалуйста, на фоне Павла Воли Ай-яй-яй-яй-яй На фоне Ребята, нашел туловище для фона Правильно, на фоне меня нельзя снимать, потому что не будет фона Друзья, короче ТикТок дом Дом Матч Хаус называется Ну в общем это такая движуха, когда мы собираемся с кучей тиктокеров и снимаем офигительные тиктоки Ты говоришь, как будто тебе 17, но выглядишь как будто 47, подожди Мы, у нас на Матч ТВ Есть Прости Прости, пожалуйста, да Все нормально, хорошо Моя карьера юмориста растет Я только сказал, ты уже засмеялся Что у тебя растет еще раз? Короче, мы собираемся на Матч ТВ У тебя короче, но растет, давай Так Да, у нас на Матч ТВ есть куча крутых ребят, которые снимаются в тиктоке Дима Губерниев, например Все, стоим Дима Губерниев это целая куча ребят В этой же куче Георгий Черданцев Красиво звучит в этой же куче И еще много людей А сколько тебе лет? Ты взрослый же человек, да? Да Довольно Неожиданно Неожиданно Вырвел человека, вдруг Москва вырвалась Да А на сколько ты взрослый? Мне 30 Тебе 30 лет, и ты снимаешь тиктоки для Матч ТВ? Да Так Мать твоя знает, чем ты занимаешься? Паша Не обижай Лью Я не обижаюсь А я могу маме передать привет? Мам, ты знаешь, чем я занимаюсь? Я сюда Буку! Говорите букву! И маме привет сразу же Можешь сказать рекламная пауза, мальчик? Странно, что мы из всей этой компании докопались до русского Я вот об этом думаю Сколько у тебя зарплата? Тебе повышение надо, не надо? Нормально платят на Матч ТВ? Слушайте, ну, в целом Мы же не ради денег работаем И мы тоже! Они тебе тоже эту фигню говорят, да? Такая же схема, чувак! Один в один, гляну Это вот это Брат, мы не ради денег работаем Сними пока тиктоки, там футбол начался Послушайте, вы делаете офигенное дело Ваш телеканал занимается всем спортом в мире Если бы не Матч ТВ, мы бы не знали о спорте ничего Спасибо вам огромное за то, что делаете новые проекты За то, что, казалось бы, в спорте, где уже нечего придумать Вы придумываете новый контент Браво, братцы! Спасибо! У нас в гостях легендарный спортсмен Не может быть Фигуристка Бери выше Ммм, бокс Нет, выше Футболист Еще выше Баскетболист! У нас в гостях! О боже, это шутка про рост была Абсолютно верно Ребята привезли юмор, разгружаем Бывший игрок сборной России и НБА Трижды включенный в сборную всех звезд НБА Андрей Кирилянко! Андрюш, привет! Привет! Лидер регулярного чемпионата НБА по блокшотам Угладатель золота и бронза чемпионата Европы Бронзовый призер Олимпийских игр И, прикинь, это тоже все Андрей Кирилянко Класс! Да Спасибо А вместе с этими двумя людьми Пришел президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кирилянко! К нам пришли еще прославленные баскетболисты Мария Вадеева Здрасте! Станислав Шаров Елизавета Шабанова И Александр Астоляр Здравствуйте! Эти все аплодисменты вам Да Андрюх, расскажи, пожалуйста Почему наши футболисты такие крутые При том, что они не очень круто играют А баскетболисты круто играют И даже в НБА играют Но про вас ничего нигде не слышно Вообще ничего нигде Хоть стулом бы отлупили кого-то Не могу сравнивать виды спорта Мы очень любим футбол И уважительно к нему относимся Ой, слушайте, у нас есть Лиза Шабанова Она самая высокая российская баскетболистка в чемпионате Она очень мечтала выйти на сцену А вы можете так давайте? Мы можем ее выпустить на сцену? Давайте, давайте, Лиза, бери микрофон Возьми микрофон Андрей, дай микрофон ей, пожалуйста Какая тетя Здрасте Лиза Я, пожалуй, заберу все свои комплименты, чтобы вам неожиданно шпагат из-за угла не прилетел Кстати, я умею тоже Тоже умеете шпагат? Смотрите, Харламов постепенно женится Да Причем Немного затекает голова, правда, но Ничего А вы заняты, свободны? Есть у вас мужчина? Сингл Сингл? Сингл Сингл Это у нее сейчас сингл будет петь Не хотите объединиться с дабл? А с этим даблом вас ждет трабл Он хороший, с ним схема отличная Три года живете, и у вас полдома Кстати, да И потолки у меня высокие А вот Насчет потолков это важно А ты что сливаешься? Вот тебе нравится, Лиза? Ты же одинокий мужчина сейчас Конечно Лиза, вот как она тебе? Очень хорошо Можешь не смотреть при этом на меня? У меня глаза скидываются на тебя Ну как, Лиза прекрасная, замечательная Надо дарить какие-то высокие розы Смотрите Наш мальчик засмущался Засмущался я? Да Лиза такая хорошая А как вот с вами вот, ну Лиза Я просто чувствую себя, ну Меньше Лиза, вам нравится Харламов? Честно Конечно А что вам нравится? Выключайте свет! Сваливайте отсюда! Нам нужно время! Да прям время Эти 40 секунд никто не заметит Лиза Чем вас привлекает Харламов? В три черты Вот три черты Одну достаточно Юмор Юмор Понял? А? Понял ты? Нет, это ты понял Ты шутка Лиза Как вы попали в баскетбол? Очень случайно Я занималась легкой атлетикой И художественной гимнастикой до этого И кто-то принес в зал мяч Да Я из Волгограда И меня позвали для участия, для количества Ближе к рту Ближе к рту Ближе к рту, да Хорошая фраза для начала знакомств Вырубайте свет Ближе к рту Очень хорошо Я из Волгограда Неважно Это? Это опустим часть В школе, в которой я училась Была баскетбольная команда И они ехали на соревнования И попросили меня как спортсменку Для количества С собой Толкнуть автобус Да, да В случае чего И я согласилась Поехала Прониклась в этой атмосфере баскетбола Этого праздника Влюбилась И сказала Все, теперь я этим буду заниматься Ну вот Всю жизнь Все, отлично Мы вырежем вот это все И будет ближе к рту И теперь я этим буду заниматься Отлично Спасибо вам большое Спасибо Лиза Прекрасно Вы великолепны Давайте вас провожу Мария Вадеева Баскетболистка Капитан женской сборной России По баскетболу 22 года Рост 193 сантиметра Вес Но не буду про вес Потому что это девушка Тем более Мы могла отхватить люлей Конечно Легко отхвать Она 85 килограмм весит Естественно Мария, вам аплодисменты звучат Здрасте Да Мария Тут так же, что вы выпустили Свою линейку ПП-конфет Что это за ПП-конфет? Под названием Баскетболс Да, получается Я делала коллаборацию С Екатеринбургской С Екатеринбургским брендом И выпустила конфеты 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 Я выпустила конфеты Я выпустила конфеты Их будут есть футболисты Торпеды Вкус афигенный Именно конфеты Вот Конфеты Они ПП Получается Что такое ПП? Что такое ПП? Правильное питание А Правильное питание То есть они состоят из орехов И там добавлен лимон Лимон и орехи? Да Как они не разваливаются Когда конфеты может быть Это точно конфеты Не могли бы сказать Я выпускаю лимон с орехом Вот лимон с орехом Вот А шоколад Есть там шоколад? Нет, шоколада нет Подождите А что-то склеивающее А получается кешью Делаются в блендере Вот так вот Ага Вот Как вы показали Давно мужиков не было у сборной Чувствуете? Они там в блендере смешивают Мы смешиваем в блендере А вот что Дзюба-то делал Он смешивал в блендере Мы-то дураки Ребята Он смешивал кешью А мы думали Он перебойка у ПП Так, вы смешали в блендере И добавили лимончик И добавили лимончик Да, и все И вкусно получается И вкусно Да Мария выступает За сильнейший клуб в Европе У ГМК Екатеринбурга И является единственной россиянкой Играющей в женском НБА За команду Лос-Анджелес Спаркс Слушайте, это классно Это классно Единственная Я правильно прочитал Вы играете одновременно За две команды Да Получается С сентября по май Я играю в России А с мая по сентябрь Когда у меня отпуск И когда нет игр Со сборной России Я играю в Америке Слушай, ну Так что получается Ты все время играешь Да Где-то же это должно Наверное отражаться На качестве Ну если ты где-то Играешь хорошо Значит где-то хромать Должно по идее Нет, нет, Паш Подожди Когда человек так занят У него ничего нигде не хромает Ничего нигде Ни в камеди Не в камеди батл Ни вдвое на миллион Не хромает у человека Ни в импровизации Ничего не хромает у человека Когда занят Не, ну должно же что-то хромать. Может быть, в гусаре хромает, да? Или в зоне комфорта может хромать. Или в хэбэ, может быть, хромает у человека. Может быть. Еще скажи, можно разжиреть, да, у человека? Можно, можно, можно. При этом же графики не пожрешь нормально, толстый станешь сразу. Ну, а иногда поесть вообще времени нет, правда же? Можно же похудеть, как глист. Ну, а из-за того, что ты жирный, могут в личной жизни проблемы начаться, да? Могут же, могут же, да? Да, согласен. Кажется, именно так становятся подкаблучниками, Павел. Да, это же все верно. Как говорится, худого легче метелить. Есть такое, ты знаешь? Да. Такое есть. От жирного-то просто можно уйти, да? Да, конечно. Он же не догонит, толстяк не догонит. Спасибо вам, Мария, за развернутый ответ. Слушайте, вы прекрасные, вы замечательные. Наш баскетбол, это один из видов спорта, которым мы можем по праву гордиться. Спасибо вам огромное за это. Молодцы. Ура, класс. Триада 2. Вы беременны. От меня. Продолжение истории. У вас девочка. Девочка. Девочка и... Девочка. Может, ему как-то помочь? Ну, как-то лучше. Можно убить его. Четыре дочки. Три женщины. Один Толик. Я хотел бы помогать каждой из вас. С Ритой я был ночью. Днем с Миланой. Вечером, утро, с Наташей. Нельзя быть хорошим для всех. Поэтому у меня к вам предложение. А вот теперь очень мощное дежавю. Что за предложение? Жить вместе? Ты дебил. Сериал смешной. Ситуация так себе. Че улыбишь-то? Тоже, что ли, твой? Триада 2. В понедельник в 9 вечера на ТНТ. Триада 2.